привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит и сегодня я хочу продолжить тему про полиморфизм что такое полиморфизм и рассказал здесь а мы продолжаем изучать полиморф изм в разных языках программирования и сегодня хочу рассказать про то какие типы полиморфизма вообще бывают языках программирования погнали знаете друзья где-то в 2009 году да я припоминаю что это было 2009 год то есть на текущий момент это 13 лет назад я провел такую довольно большую исследовательскую работу по изучению того какие вообще типа полиморфизма приняты в разных языках программирования потому что меня интересовало вообще то как полиморфизм устроил устроен и я написал по результатам этого исследования большую статью под названием полиморфизм языке хаскель ссылку на эту статью я прикреплю там внизу в закрепленном комментарии и сегодня я хочу представить вам результаты этого исследования она до сих пор актуальна и собственно будет актуально я думаю еще большое количество времени и так полиморфизм полиморфизм в программировании напомню это использование одинаковых имен наименований или идентификаторов для обозначения разных сущностей и собственно на самом таком высоком уровне полиморфизм разделяется на два больших класса это универсальный так это сейчас я шпаргалку посмотрю да это универсальный полиморфизм и специально ну собственно универсальный так на английский приводится как universal а специальный специальный полиморфизм английский переводится ad hoc ну собственно латыни специальный почему-то вот его на английском языке переводят именно так ad hoc полиморфизм то есть если вы будете искать источники на английском языке вам будет попадаться вот эта фраза ad hoc полиморфизм и давайте мы как раз от хоп полиморфизм и рассмотрим он бывает тоже двух видов мы его рассмотрим самом начале потому что мы к нему возвращаться больше не будем в функциональных языках программирования специальный полиморфизм практически никогда не используются поэтому мы удачу он собственно здесь два типа здесь есть перегрузка по-английски называется оверлоудинг ну собственно программисты которые умеют все все плюс плюс они как раз и изучают перегрузку умен функций это перегрузку та самая оверлоудинг и есть еще приведение типов так приведение типов они явные она еще называется давайте вот так не явные по-английски она называется каэрш и собственно вот этот тип полиморфизма конечно каэрсе он используется тогда когда у нас например происходит какая-нибудь там операция типа 5 поделить на 2 вот как это как вот эту как бы запись на каком либо языке программирование понимать вот что должно быть в результате что должно быть результате скажите мне показать два с половиной 2 2 и 0 вот что должно быть с точки зрения языка программирования это совершенно в общем то непонятно если вы как математик скажете что должно быть два с половиной то нет это не очевидно потому что 5 и 2 это целые числа если было написано 5.0 делить на 2.0 с очевидностью это было бы два с половиной а вот 5 поделить на 2 вот что это значит и в разных языках программирования это обрабатывается по-разному в частности например в языке хаскель если мы просто так запишем 5 поделить на 2 мы получим 2 но это целочисленное деление вот в языках таких вот эзотерических языках типа си там происходит именно такое неявное приведение типа если мы пишем 5 поделить на 2 скорее всего получится два с половиной я честно говоря не помню я носи последний раз писал на си плюс плюс там году 2004 вот и поэтому как-то на самом деле я отчет не очень помню вот но там именно используется такой механизм а что к ней что касается перегрузки то здесь есть два варианта это ограниченная перегрузка по-английски она называется bounded или это вообще ограниченный полиморфизм и это та самая перегрузка имен функций или название операторов которые в си плюс плюс используется вот все плюс плюс вот этот тип полиморфизма и здесь как я помню использовать такой такая штука как оператор операторы вот здесь название оператора плюс например и потом как бы равно и определение вот того как это делается вот эта перегрузка имени операции название операции так скажем вот повторюсь что эти виды полиморфизма в функциональных языках практически не используются в функциональных языках используется универсальный полиморфизм универсу и здесь два типа он бывает параметрический параметрический полиморфизм и наследование сегодня рука плохо рисуют наследование вот наследование кстати по-английски называется два названия бывает два типа инклюжен и это вылетел из головы дать я посмотрю в этих ваших интернетах как это называется так наследование наследование в объектно-ориентированном программирование называется инкер этот у нас не вот собственно то такое наследование но это когда классы наследуют там такая иерархия наследование происходит в языке программирования хаскель такое тоже есть но это наследование классов типов я про это рассказывал вот здесь и у нас есть параметрический полиморфизм и он бывает двух типов параметрический полиморфизм бывает двух типов предикативный и непредикативный так и зря стрелку нарисовал значит у нас бывает непредикативный и предикативный это два типа полим параметрического полиморфизм которые собственно используются в языке функциональных языках программирования вот это вот это чисто чисто что называется тема fp вот и они бывают разных типов если говорить про непредикативный у нас бывает ранг 1 к или n а предикативный бывает ранга к или n что это значит достаточно непросто объяснить так скажем это значит то что количество стрелок типе который мы объявляем полиморфным что такое стрелки это функциональные типы что такое функциональные теперь рассказал вот здесь вот так вот количество стрелок в типе который мы объявляем полиморфным может быть либо 1 тогда это соответственно параметрический полиморфизм непредикативный или предикативный ранга 1 не более чем к тогда это к либо неограниченно тогда это n большое вот она они так называются в литературе то есть непредикативный полиморф прям непредикативный параметрический полиморфизм обозначает то что мы можем инстанциировать типовые переменные а типовые переменные они именно функциональных языках программирования осуществлять ну имеют место до используется так вот мы вне предикативном полиморфизме можем применять типовые переменные и из инстанциировать их то есть назначать им конкретные типы вот любые произвольные типы в том числе и полиморфные то есть непредикативный полиморфизм обозначает что мы применяем в качестве типовых переменах вообще произвольный тип в том числе и полиморф а предикативный полиморфизм в отличие от непредикативного мы ограничиваем инстанциирование типовых переменных только не полиморфными типами то есть мономорфные типы которые иногда называются монотипами то есть вот если опять посмотреть на доску да вот этот тип полиморфизма вот этот тип полиморфизма не притягивать не предикативный параметрический полиморфизм ранга n большое это самый-самый общий тип полиморфизм собственно он и реализован в языке хаскель то есть система типизации языка хаскель является самой крутой самой гибкой самой мощной системой типизации всех вообще которые я знаю вот такая получилась классификация типов полиморфизма видов полиморфизма в языках программирования надеюсь вам это понравилось помогло понять что такое полиморфизм и собственно пишите комментарии туда ставьте лайк и подписывайтесь на канал потому что я роман душкин объясню все что угодно самыми простыми словами до новых встреч пока а